Поприветствуем Наталью Петровну. Доброе утро! Доброе утро! Наталья Петровна, как вы относитесь к творчеству Григория Викторовича Лепсверидзе? Ну, настоящий... Любите, да? Сильно? Ну, раньше очень сильно. Он стал меняться. Понятно, Наталья, смотрите. Ну, я не поклонник, так вышло, но вас не осуждаю за пристрастие, это ради бога. Есть билет, мы обязательно вам его вручим, при условии, если вы правильно ответите на четыре вопроса, они будут музыкальными. А в чем суть? Смотрите, ну, песни Григория Лепса, они прекрасны сами по себе, так считают многие. Но Григорий Викторович прославился тем, что выступал в многочисленных дуэтах. Ну, то есть не только он один, а еще с кем-то. Полегровой. Ну, это понятно, там много имен. Мы, значит, сейчас вам включаем песню. Вы нам говорите, как она называется, и кто второй, кто подельник Лепса в песне, понимаете? Хорошо. Ну, предлагаю начать с чего-то несложного, поехали. Люди не могут быть, одни собираются в стаи, бьют города. Люди жалеют, что они не летают, как журавли. Ну, и кто? С кем? Как? Ой, если это Лондон, то Стимати он пел. Лондон Стимати он, конечно, пел, но это совсем другая песня. Я сожалею. Я сожалею. Ну, у нас просто вот как-то у нас с этим строго. Хороший билет, хороший концерт. Поэтому, если не получилось, то давайте уступим место следующим. Я думаю, так будет справедливо. Ну, и, соответственно, вот с первого же задания несколько облегчило задачу Натальи Петровны следующему. Я единственное, что знаю, так это вот про Лондон, поэтому я выбываю сразу. Слушайте, ну, я считал, что вот как-то Лепса, это вот как-то, это такая мужская. Ну, мужики такие стоят. А у нас одни женщины, вот Светлана, вот, допустим. Доброе утро. Доброе утро. Сходу готовы нам обозначить второго участия Валерия Меладзе и песня «Обернитесь». Точно, точно. Давайте посмотрим. Обернитесь, обернитесь, и пройдите сквозь меня красной нитью. Ну, ладно, это я знаю. Да, Григорий Викторович, значит, Валерий Меладзе. Ну, и, как всегда, паровозом автор музыки Константин Меладзе. В общем, Меладзе, Меладзе и Лепс. Светлана, хорошо, с этим справились. Ну, и давайте двинем дальше следующее произведение. Еще раз напомню, мне необходимо название. И второй участник дуэта с Лепсом. Поехали. Ну, такая драматичная песня. Она не твоя со Сташем Пьехом. Прекрасно, прекрасно. Так, все понятно. Но ведь она не твоя, хоть с тобой она, даже иногда. Чувствуется знаток. Да, да. Но у нас есть еще и, так сказать, женские дуэты. Ну, имеется в виду Григорий Лепс и кто-то из вот этих тетенек с эстрадой. Ну, там, правда, как-то вот с ним в основном какие-то тетеньки. Ну, да простят меня эти тетеньки. Давайте вот одну из них послушаем. И когда рассвет, самый яркий цвет, разрисует шок, небо, я уйду с тобой за своей судьбой. Как-то у нее все неспешно так. Светлана, ну, кто там у него на заднем плане вот это все, в общем. Ой, Светлана. Так, ну, вот здесь я маленько. Песня, может быть, называется «Рассвет». Ну, смотрите, может быть, здесь сложновато, а вот как-то... Ну, смотри, песня называется «Ангел завтрашнего дня». С вас вот только женская составляющая. С кем поет эту песню Григорий Лепс? Так. «Ангел завтрашнего дня». Ну, у меня несколько вариантов. Я боюсь ошибиться. Ну, давайте хоть какой-нибудь. Так. Интуицию свою, слушайте, у женщины она очень развита. Ну, не мысли там. Ну, такая вот прямо тетенька вульгарного плана. Ирина Аллегрова. Кто? Ирина Аллегрова, конечно. Как-то вот вам что, интуиция подсказала или вот просто где-то на подсознании было? Интуиция подсказала. Ну, вот видите, правильно, что ее послушали. Да давайте все, контрольный выстрел. Поскольку была подсказка с моей стороны, был, а вот многие сейчас, да что такое, да подсказали. Нет, давайте, давайте, контрольный выстрел. Контрольный выстрел, значит, песня Лепс и еще, значит, одна исполнительница популярная. Вот теперь уже, вот давайте для чистоты эксперимента я молчу. Поехали. Душа и мысль, единый вздох, не жди меня, нет больше слов. Не будет больше слов. Не Марина сегодня рядом, так бы замутили митричок. Раз. Узнаете? Так, Светлана, теперь вот... Похоже, это слава. Что? Ну, то, что это слава, это понятно, конечно, это успех. Как еще назвать вот это? Ну, да, конечно, слава и Григорий Лепс, песни, название которой я не помню. А, не жди меня. Теперь Светлана говорит кому-то, не жди меня 9 октября, я занята, я на концерте, я Григорий Лепс, короче. Светлана, поздравляем вас. Вы рады? Светлана, где, где крик радости? Ура, я очень рада. Ну, вот отлично. Подумали, вы, да, речи потеряли от счастья такого. Светлана, давайте к нашей теме еще присоединитесь. Вы за книги или за фильмы? Я за книги. За книги. Экранизации удачные какие-то, вот, на ваш взгляд, есть? Мастер и Маргарита неплохая. Собачье сердце, да. А Мастер и Маргарита какая неплохая? Бортка, что ли, сериал? Да, тоже неплохой. Тоже неплохой? Ну что ж, там вот, кстати, новый снимают. Летом началось, чуть попозже расскажу. Спасибо вам за звонок. Поздравляем вас с победой. Да, вот наш редактор расскажет, как вы заберете билет. От вас ждем в ваших соцсетях сериал под названием «Я на концерте Лепса». Блог полиинформации далее у нас. Скоро вернемся и продолжим.